Так, темы теперь. Мы с вами начинаем с того, о чем говорит текст про Иова. И здесь четыре важные слова. Иов появляется перед нами в первом же стихе. Человек, который был непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Непорочен, иными словами, без морального порока, без морального пятна. Это был зрелый человек, полный в духовном смысле человек. Это был духовно последовательный, целостный человек. Не говорится о том, что он был без греха. Но мы видим его в первой главе, как человека, который понимает, что если есть грех, то грехом нужно что-то делать. Первая глава, пятый стих. Он говорит о том, что вдруг сыны и сыновья мои согрешили и проклинили Бога в сердце. Именно поэтому он приносит жертвы по числу своих сыновей. То есть, это человек непорочный в том смысле, что он признает грех в своей семье. Он признает опасность греха. Он признает необходимость нового посвящения. Посвящение себя от всего сердца Господу. То есть, он фактически делает те шаги, совершает те шаги, которые должен совершить как грешник для того, чтобы решить все те вопросы, которые могут возникнуть между ним и Богом. То есть, он полностью непорочен в этом смысле. Мы также узнаем, что он не отклоняется от Божьих стандартов. Он справедлив. То есть, он непорочен, он признает свой грех, он делает совершенно конкретные шаги, и при этом он стремится, чтобы его жизнь соответствовала Божьим праведным стандартам. И вот это станет очень-очень важным, потому что его друзья будут нападать на него вот почему. Они скажут, ты страдаешь по причине своего греха, и ты совершил тяжелый грех, и чем больше страдания, тем больше очевидный грех твой. И Иов, в конце концов, скажет в 31 главе, он скажет о своей невиновности. Он скажет, я праведен. Он скажет, я не грешник. В том смысле, что он не пытался отойти, отклониться от Божьих стандартов. То есть, он скажет, если я сделал это, если я сделал это, если я сделал это, то тогда пусть Яхва меня осудит. То есть, он протестует, и он защищает свою невиновность. Если мы с вами читали первую главу, а мы ее читали, то он действительно невиновен. Он не смотрел на Деву со сладострастьем. Он не крал у бедных, и так далее, и так далее. Но он ведь не только праведный человек. Он также человек мудрый. Он боится Бога. Он богобоязнен. Он повинуется, подчиняется Богу. И мы с вами уже видели, что это есть основа. Это основа мудрости. То есть, это праведный человек, это мудрый человек. И, наконец, мы с вами также видим, что он отворачивался или уходил от зла. Так что он также ненавидит и отказывается от тех, кто противостоит Божьим стандартам. То есть, по сути, он был праведным человеком. Вот это важно услышать, важно усвоить. То есть, он соответствовал Божьему плану, Божьим требованиям. Это ключевая концепция к ней, ключевой вопрос. Вот был он праведен или нет? Я бы сказал, на этот вопрос ответ уже есть. То есть, до всех бесед, до всех речей, повествователь оценивает характер Иова. Кстати говоря, это не только вот эта независимая оценка рассказчикам. Потому что, когда мы дойдем до первой главы восьмого стиха, Яхва говорит сатану, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». То есть, повествователь взял эту оценку Иова у Бога Яхва. Ровно те же слова. Ровно те же термины, которые использует Яхва, оценивая Иова. И опять-таки, если это не так, то сатана сказал бы очень быстро. Ведь он же смотрел на Иова. Он видел характер Иова. Он хорошо знает характер Иова. Так что оценивает его здесь не только повествователь, но также и Господь. И эту оценку подтверждает, даже сатана. Отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иова?» Да, конечно, он боебоязнен. Богобоязнен. Но разве он даром это делает? Это ему полезно финансово, физически. И вот тогда начинается это нападение на Иова. Очень важно также в самой книге, что праведник Иов становится страдающим слугой Яхве. Интересно. 1, 8, 2, 3, 42 глава, 7 и 8 стихи. Он называет Иова своим слугой. Кстати говоря, ровно то же самое слово, которое использовано для слуги в книге Исаии, 52 и 53 глава. То есть мы начинаем понимать, что можно быть слугой Божьим и при этом страдать. И, кстати, из Исаии, 53 глава, страдать не за свой собственный грех. Кстати, в книге Иова ничто не указывает на то, что он страдал в качестве наказания. Тем более наказание за кого-то иного, за кого-то другого. То есть, что он понес на себе суд или приговор другого человека. Но важно отметить, что он служитель Божий, который страдает именно потому, что он Божий слуга. Если бы он не был Божьим служителем, не было бы и страдания. Потому что сатана просто не назвал бы имени Иова, и он не произвел бы того нападения, которое произвел. Итак, перед нами характеризация Иова. И получается, что перед нами Иов, человек, который готов слушать Бога, который осознает свой грех, который осознает свои отношения с Богом, праведный человек, непорочный человек, мудрый человек, служитель Господа, и по всем вот этим причинам он будет страдать. Вторая важнейшая тема этой книги – это Иов, на которого нападают. На него нападает сатана. Разве даром богобоязнен Иов? Вот это, кстати, есть основное нападение. Бог Яхве Иов верен тебе просто потому, что ты его вознаградил. Так говорит сатана. Разве ты не защитил его кругом? Поградил его и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Конечно он тебе поклоняется. Конечно он тебе служит. Конечно он тебя почитает. Потому что ты его защищал, и ты много ему дал. Забери все это, и он тебя проклянет. «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирая руки твоей». И тут интересно, с 13 стиха и дальше. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как сатана управляет жизнью и смертью и событиями жизни, потому что Бог дал ему такую возможность в этой ситуации. То есть его скот погибает, его дети умирают, 19 стих, сатана использует большой ветер, потому что Бог дал ему такую возможность, такое право. Дальше следующее нападение. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что сейчас Яхва к этому делу подключается. 2 глава, 3 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. «А ты возбуждал меня против него». То есть Бог как бы берет на себя эту вину за то, что происходит. Смотрите, Бог не сотворил смерть, но Бог говорит сатане, «Ты возбудил меня, ты настроил меня против него». И опять-таки у сатаны не было бы никакой власти, никакого контроля над Иовом и этими обстоятельствами без разрешения Господа. И сам Господь говорит, что «ты меня возбуждал против него, ты заставил меня нападать на Иова», чтобы уничтожить его без причины, чтобы поглотить его без причины. Обратите, пожалуйста, внимание, что сам Господь об этом говорит безвинно. Ничего и слово «безвинно». Нет ничего такого, что Иов сделал, чтобы все это произошло. Но сатана продолжает, и он говорит о том, что каждый человек будет готов все отдать, «ты лучше напади на его тело, простри руку твою и коснись кости его и плоти его». И вот тогда он тебя будет проклинать. Опять-таки Бог говорит, «Все, он в твоих руках, только пощади его жизнь, и жизнь его не касайся». Кстати, мы будем говорить на следующей неделе о том, какая у него была физическая проблема. Возможно, у него там была целая медицинская энциклопедия, «Все, что угодно, только не смерть». Вот это было у Иова. Это не просто, скорее всего, не просто одна болезнь. Я не врач, но я изложу те предположения, которые были сделаны. Очевидно, страдание было серьезным, было суровым. И еще. Интересно, что во второй главе и седьмом стихе автор делает то, чего он не делал в первой главе. Он показывает, что именно сатана отвечает за состояние Иова. Мы знаем о том, что сатана был за теми событиями, которые проходили в первой главе, но здесь «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказую лютую от подошвы ноги и его по самой теме его». То есть это было прямое, непосредственно, физическое нападение сатаны на Иова. Никаких внешних причин, никакого ветра, никакой бури. Сам сатана приходит и нападает, поражает Иова таким образом. Девятый стих, его жена его спрашивает, «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных или глупых». Опять-таки, предполагается, что он действует в мудрости. Дальше, «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» «Во всем этом он не согрешил устами своими». Кстати, устами своим мы читаем, некоторые говорят, «А сердце-то как? А сердце-то как?» Сердце его проявляется, когда он начинает говорить. Нет, конечно, устами он не согрешил. Просто был грех в его сердце, который он не выразил. Вот так иногда. Говорят, «Нет, речь все-таки не об этом. Он не готов был проклянуть Бога, он не согрешил». Кстати, Якова 3 глава, «Если кто-то может управлять языком, то этот человек мудрый». Об этом говорит Яков. «Потому что устами говорит сердце, или от избытка сердца говорят уста. То есть, поскольку он не согрешил своим сердцем, он не согрешил устами. Это не то, что вот в сердце у него был грех, он просто об этом не говорил. Обратите, пожалуйста, так же, что приходят трое его друзей. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, они пришли для того, чтобы сострадать ему, чтобы утешать его. То есть, они пришли с добрыми побуждениями. хотя они были не готовы к той реальности, которую встретили. Они подняли глаза, и они не узнали его. То есть, мы знали, конечно, что ты болеешь, но так болеешь. Слушай, тебя вообще не узнать. это на самом деле показывает, по крайней мере, частично глубину страданий, которые переживал Иов. Я помню, как пришел как-то в больницу к одному человеку. Я был не готов к тому, как человек выглядит после операции. Это был мой хороший друг, студент семинария, мы учились с ним. Я ему сказал, слушай, ты выглядишь отвратительно. он говорит, слушай, маленький такой тебе урок. В следующий раз, когда придешь в больницу, не говори человеку, как отвратительно, как ужасно он выглядит. Я говорю, ну я просто не готов был увидеть, как ты ужасно выглядишь. Я никогда не видел человека сразу после операции. Это все наивно, конечно. Я был к этому не готов. Вот это три друга Иова. Они к этому не готовы. Они услышали, через что проходит Иов, но они все равно были внутренне и готовы его увидеть. Кстати говоря, это такая моя пастырская вставочка для вас сейчас. Всегда приходите к членам вашей церкви, особенно к пожилым женщинам, до операции. И потом скажите, увидимся через пару дней. После операции сразу не приходите, потому что женщинам очень неприятно, им очень не по себе, если пастыр приходит сразу после операции и видит их в таком состоянии. Через 24 часа после операции никто не выглядит нормально. Я в этом убедился на собственном примере. Вот так вот сказал глупость человеку. Так что теперь я прихожу не после операции, я прихожу до операции. Самое время помолиться. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com Итак, трое друзей становятся тоже нападающими. У них хорошая правильная мотивация, но потом Иофф начинает говорить, они начинают отвечать и вот эти три цикла повторов все ниже и ниже спускаются они в этой беседе. И дальше поговорим про Илеуя. Тут есть один вопрос с интерпретацией, но получается, что Илеуи тоже нападает на Иова и наконец начинает говорить Бог Яхве. Кстати, когда Яхве начинает говорить, он прежде всего задает вопросы. Он не дает ответа, он только задает вопросы. Вы понимали это? Задумывались об этом? То есть все, что он говорит, как бы даже не обращено к ситуации. Он не отвечает ни на один вопрос Иова, потому что он просто задает вопросы, и он говорит две вещи. Во-первых, я все сотворил, во-вторых, я всем управляю. То есть он творец вселенной, он управляет вселенной. Да, но как это отвечает на проблему Иова, скажете вы? Ну, конечно, Бог не стал ему давать и объяснять все причины, но он сказал главное, то хотел узнать, Иов, я все сотворил, я всем управляю, и какие проблемы у тебя с этим? То есть цель этой книги, мы видим ответ праведного человека на страдание, и этот ответ должен заключаться в поклонении Богу и подчинении Богу. Это книга мудрости. Мы, конечно, не будем страдать так, как страдал Иов, мы страдаем по-другому, и эта книга не о том, почему страдают праведно, и эта книга о том, почему страдал Иов. Я молюсь о том, чтобы ни один из вас не пострадал так, как страдал Иов, от головы до кончиков пальцев на ногах. Но Иов усвоил урок, и урок заключается в том, что Бог держит все в своих руках. Кстати, в тексте нет указаний на то, что Иов или трое друзей, или Иллиуй, знали о том, что мы знаем из первых двух глав. И Бог не открывает это Иову. Мы можем судить, что Иов умер в возрасте 210 лет, так и не зная, почему он страдал. Но ведь ваша жизнь точно такая же. Мы сегодня разговаривали с доктором Фарнеллом. И по-человечески говоря, доктор Фарнелл мог бы и не выжить после того, что с ним произошло. Господь его защитил. Вот только Господь. То есть он едет по 126-му шоссе, и он представления не имел, что на него вылетит эта машина по встречке. Она просто вылетела из ниоткуда. Да, нужно было отклониться в сторону побыстрее. Так не было времени отклоняться в сторону, не было времени даже подумать. То есть вот это событие, и задаешься вопросом, машина ты вообще откуда? Не знаю. Бог знает. Кстати, все и это тоже в руках Божьих. Готов ли Бог, может ли Бог сделать злое? Не знаю. Может быть, сатана как-нибудь попросит вас испытать. значит, Бог сделал это прямо, косвенно, когда позволил сатане испытать. Кстати, Бог действительно испытывает бытие 22 глава. Все исходит от Бога, и он знает, что делает. И мудрецы в этом находят покой. мудрец пытается понять Божьи пути в его творении. Но Иов для нас напоминание о том, что даже мудрый человек может проникнуть только до определенного момента, а дальше опускается занавес. И каждый консультант, душепопечитель должен понимать, что иногда нужно сказать людям, я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Когда я был молод, мне казалось, что есть библейский ответ на все. Теперь я знаю, что во многих случаях библейский ответ звучит «Я не знаю». Бог знает, а я не знаю. Теперь вопрос, готовы ли вы доверять Богу, потому что Бог знает, что Он делает. Вот это единственный ответ. Или, как сказал Грег Парсон в своей статье в журнале «Библиотека Сакра», подлинное отношение между Богом и человеком основывается только на суверенной благодати Божией и на добровольном повиновении человека. То есть мудрый человек выстраивает отношения с Богом таким образом, что он боится его начала мудрости страх Господни. И он дальше растет в мудрости и, возрастая в мудрости, он учится уповать на то, что Яхве, которого он боится, действительно точно знает, что он делает. И есть такие вещи, которые даже праведные, даже мудрые, не могут вполне понять. И это нормально, потому что Бог все равно понимает. Вот это и есть смысл мудреца. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.